Здравствуйте, меня зовут Мария Сергеевна, и сегодня я порекомендую вам две замечательные книги. Представьте, Каменный век, дикие, опасные времена. Люди исследовали пещеры, вместе охотились, дружили и враждовали с разными племенами, познавали тайны окружающей их природы. И именно в это время жили персонажи книг «Борьба за огонь» и «Пещерный лев». Из цикла «Дикие времена» Жозефа Анри Рани Старшего. Перед вами увлекательнейшая экскурсия по каменному веку с точки зрения писателя, жившего в конце XIX – начале XX веков. До сих пор эти книги читаются с большим интересом и заслуженно пользуются популярностью по всему миру. «Борьба за огонь» и «Пещерный лев» скорее рассчитаны на подростков, но вполне могут заинтересовать и взрослого человека. Я, например, прочитала обе эти книги в возрасте примерно 30 лет по совету моего папы, для которого эти книги были одними из самых любимых в детстве. Итак, книга «Борьба за огонь». Огонь обожествлялся первобытными людьми. Они считали его даром природы, дар, который спасал их от голода, холода, дикого зверя. И если этот дар был утерян, если огонь потухал, то племени грозила смерть. И вот однажды племени уламров потух огонь. И чтобы спасти своих соплеменников, Нао, храбрый воин и охотник, со своими друзьями отправляется на поиски нового источника огня. Именно это издание примечательно еще и тем, что в нем присутствует множество цветных иллюстраций, которые помогут еще больше погрузиться в сюжет книги. Эта книга была экранизирована в 1981 году. Вот такие вот интересные иллюстрации. Продолжением этой книги является «Пещерный лев», но продолжение с абсолютно самостоятельным сюжетом. Читатели также переносятся в каменный век, где первобытные люди были вынуждены выживать в очень сложных и опасных условиях. И вот главный герой Ум и его друг Зур отправляются на поиски плодородных земель, на которых в том числе они могли бы и свободно охотиться. Друзья в процессе достижения своей цели сталкиваются с очень опасными ситуациями, опасными приключениями, которые постоянно угрожают их жизни. Эти книги достаточно легко читаются. В них постоянно происходят какие-то события. Они насыщены ими очень объемно. Очень много ярких описаний животного и растительного мира. Единственное, присутствуют некоторые вольно-исторические допущения. Это заметно особенно для тех, кто интересуется современными открытиями археологов и антропологов на тему каменного века. То есть это получаются такие художественные зарисовки на тему каменного века. Древний человек здесь изображен без прикрас, без какого-то флера романтики. Для своего времени эти книги очень даже состоятельны. В дикие времена ранее старшего постоянно что-то происходит. Кто-то за кем-то гоняется, преследует. За каждым валуном главных героев подстерегает какая-то опасность. И они с палец и наперевес идут спасать своих товарищей. Для меня еще очень интересным показалось то, как автор изобразил главных героев, их поведение, окружающих мир и, что очень важно, отношение главных героев к этому самому миру. Вообще получился очень даже интересный и увлекательный боевик каменного века. Это наверняка понравится очень многим. И если вдруг эта книга станет первой для вас, по теме диких времен, первобытных людей каменного века, то вполне возможно, они подтолкнут вас на прочтение других книг на эту тему, как это произошло со мной. Ведь особенностью этих книг, отличающей от многих других книг такого типа, является то, что показано не только, как люди выживали, но еще как могли появляться, формироваться такие понятия, как любовь, дружба, взаимовыручка и многое-многое другое. Интересно было пофантазировать вместе с автором на тему первобытного общества и каменного века. И я бы порекомендовала эти книги тем, кому интересны приключения в доисторическом антураже. И обязательно дайте прочитать эти книги своим детям. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok